Где взять силы для дачного сезона? Силы и энергию. Доброго дня! С вами Травница Ольга Спиридонова и канал про цветок. Весна в самом разгаре, дачный сезон в самом разгаре. Всем нужны силы, энергия для того, чтобы успеть где-то что-то вскопать, посадить, купить, прорастить, удобрить. И для всего этого нам надо, помимо времени и финансов, нам нужны силы, нам нужна энергия. А вокруг пока еще особо ничего не растет. Если вы не успели где-то купить рассаду в магазинах про цветок, саженцы какие-то, вы вполне можете обратиться к нашим любимым дикоросам. Воистину это золотое под ногами у нас дно, наклонившись, немножечко дав себе труда собрать все это, переработать. И зная, как это делается, мы можем свой организм пополнить витаминами, микроэлементами, энергетиками. И, что самое главное, мы не будем чувствовать себя истощенными, мы не будем себя чувствовать слабыми даже без походов в аптеки. Итак, чем именно природа может нас порадовать, побаловать, когда вокруг почти ничего нету, только первые зеленые листочки? Давайте разбираться. Первый и самый любимый выскакивающий весенний дикорос из тех, которых можно массово употреблять для своего здоровья, это одуванчик. Причем, что интересно, я обожаю этот цветочек золотой, он дан нам природой воистину для того, чтобы мы были бессмертными практически. Но мы, вот этот вот цветок, который природа в огромном количестве расселяет по весне, нам под ноги просто бросает. Чаще всего его выкашивают, да, чтобы у кого-то там не было аллергии на пух на этот одуванчиковый, не подозревая о том, сколько мы теряем. Если спросить вас, вот что вы знаете об одуванчике, как его можно применять, кто-то, возможно, вспомнит варенье из цветочков одуванчика, кто-то, может быть, даже вспомнит, что можно его листочки в салат использовать. На самом деле одуванчик у нас практически всесилен. Это первый весенний энергетик, он придает организму сил, он очищает печень, он снижает уровень холестерина, он помогает расшевелить слабую, вялую печень и выгнать все шлаки из организма. Что интересно, что одуванчик целебен весь, от кончика корешка до кончика цветочка. И весь его можно использовать для своего здоровья. Какими именно методами? Значит, если мы собираем самые зеленые, первые нежные листики одуванчиков, их можно просто жевать. Не в большом количестве, по одному, два листочка в день. Но, тем не менее, сорвали нежный листочек, очистили от грязи и прожевали. Кто-то может сказать, что ой, а он горьковатый. Ну, вы знаете, лук тоже горький и чеснок горький, однако в небольших количествах мы их вполне употребляем. Если же все-таки наше чувство прекрасного эту горечь терпеть не хочет, что мы можем сделать? Мы можем вымочить в течение 30 минут в холодной, подкисленной или подсоленной воде эти листочки одуванчиков и покрошить их в салат, например. Или же покрошить их в омлет. Или покрошить их в любое рагу, тушеные овощи, суп, борщ. И таким образом добавить своему организму здоровье. Почему дикороссы намного сильнее и намного эффективнее в плане оздоровления организма, чем то, что мы своими ручками выращиваем на своих любимых грядках? Дело в том, что о своих растеницах мы заботимся. Покупаем рассаду, покупаем семена, саженцы в том же магазине про цветок. И создаем какие-то тепличные в буквальном смысле слова условия. Защищаем от холода, защищаем от вредителей, удобряем, подкармливаем. А босоногим сорванцам природы, дикороссам, такая забота не грозит. Где-то приморозил их мороз, где-то сильный ветер прихватил, где-то какой-то жучок, червячок грызанул их за корешок или за листик. Это вредные условия, которые помогают дикороссам вырабатывать так называемый иммунитет. Свой зеленый иммунитет, который выражается в концентрации биологически активных веществ. И витаминов, и микроэлементов. Вот почему листочек 2 дикороссов действует на наш организм гораздо целебнее, гораздо энергичнее, чем достаточно большое количество даже выращенных на своем любимом участке овощей и фруктов. Не говоря уже о той иногда просто безвкусной массе овощей и фруктов, которые лежат в гипермаркетах. Почувствовали вот эту разницу, вот эту пользу, целебность именно дикорастущих растений для нашего здоровья. Итак, вернемся к нашему одуванчику. Какую пользу мы можем от него получить? Мы можем вполне использовать жареные розетки одуванчиков. Розетка – это прикорневая часть, от которой с одной стороны отходят стебельки, листочки, с другой – корень. Достать, помыть, обвалять в кляре и пожарить. То же самое – легкое, белковое, очищающее организм блюдо. Чай из листьев или корешков одуванчика вместе с листьями черной смородины великолепно очищает суставы и помогает при солях, при ревматизме. Если попить сезон такой чай, наши суставы скажут нам спасибо. Варенье из одуванчиков, наверное, все знают, как варить. Его не варил только ленивый. А вот что интересно, в западных крутых эко-кафе ножки одуванчика в вареном виде с приправой, с соусами продаются как веганская лапша и стоят достаточно дорого. А у нас все это бесплатно и под ногами. Берите, пользуйтесь, повышайте гемоглобин, боритесь с анемией, повышайте свой уровень энергичности, очищайте кишечник, очищайте печень. А одуванчик вам в помощь. Следующий, прям сразу за одуванчиком идущий дикорос, это чаще всего бывает крапива. Зеленые вот эти вот нежные листочки-лопушки, которые несут огромное количество полезных веществ. Но когда речь заходит о крапиве, люди, скажем так, обычные, говорят, что крапива там у нас подымает гемоглобин и загущает кровь. Это, наверное, знают все. На самом деле крапива может бороться с онкологией. Крапива может снимать спазмы за счет содержания магния. И да, разумеется, крапива великолепно очищает кровь. Что мы можем сделать с крапивой? И самое главное, чем мы можем снивелировать вот это вот наше опасение, что крапива загущает кровь. Крапиву мы можем употреблять в любом виде. Лучше всего в свежем. Мы берем веточки крапивы, взбиваем на блендере, или режем в салат, или аж парив предварительно, чтобы она нас не покусала. Или же режем в щив какие-то, или в тот же омлет, или мы можем сделать такое креативное блюдо, как веточки крапивы в кляре. Берем крапиву с такими широкими листочками, обмакиваем вымытую веточку в кляр и быстренько обжариваем буквально там вот в течение 1-2 минуток с каждой стороны на сковородке. Получается очень интересная вкусная закуска, что-то среднее между чипсами и хворостом. Очень и очень полезная за счет вот всех тех биологически активных веществ, о которых я говорила раньше. Что же нам делать тем, у кого повышенная свертываемость крови, повышенный холестерин, кто боится кровосвертывающих свойств крапивы? Можно просто-напросто сочетать ее с кроворазжижающими компонентами. Какими? Это чай из таволги, это малиновое варенье, или чай из листиков малины, это караосины. То есть мы можем в данном случае полностью наслаждаться целебными свойствами крапивы, не боясь какого-то вреда для своего здоровья. Следующая королева дикоросов – это сныть. Великолепное растение, в котором сочетаются белки, в котором сочетаются полезные вещества, микроэлементы. В таком соотношении, что по преданиям Серафим Саровский три года питался одной снытью и корочками сухого хлеба. И был здоров, и достиг просветления. На самом деле сныть – это действительно высокобелковое растение. В каком виде ее можно применять? В любом. Сныть достаточно вкусна, съедобна, она не имеет никаких горьких привкусов, никаких побочных эффектов, никаких противопоказаний. И мы можем наслаждаться ей всю весну. Единственное, что самая вкусная сныть, которая находится в состоянии такой птичьей лапки, когда еще листочки у нее не полностью раскрылись. Вот с ореховым привкусом эти веточки нам годятся для того, чтобы похудеть, для того, чтобы вывести из организма отеки, соли, для того, чтобы наполнить легко усвояемым протеином растительным. Что очень важно, весеннюю сныть мы можем собирать, сушить и перемалывать в порошок. Хранить его в плотно закрытых банках, а потом всю осень, зиму и весну наслаждаться, добавляя этот порошок в те же омлеты, в те же тушеные овощи, в те же щи, борщи или салаты. И она будет помогать нашему организму очищать его. Лопух. Уникальное растение, особенно майский, весенний лопух, который дает нашему организму, опять-таки, противоонкологический иммунитет. Помогает бороться с экземами, с кожными заболеваниями, с аллергическими заболеваниями, помогает выводить отеки из организма, помогает снижать сахар. Что интересно, сок майского лопуха, законсервированный или в виде кубиков льда, или в виде, скажем так, смеси с какими-то спиртосодержащими консервантами, водкой или спиртом, очень хорошо помогает рассасывать кисты в организме, особенно кисты в почках. Принимая по столовой ложечке 2-3 раза в день, мы добиваемся достаточно стойкого эффекта в этом плане. Как можно применять лопух для еды? В небольших количествах молодые листочки, потому что иначе они будут очень горчить, старые листочки, молодые листочки, черешки молодых листочков, ошпарив, порезов, можно опять-таки употреблять в салаты. Листочки лопуха достаточно горьковатые и грубоватые, поэтому очень хорошо будет, если их предварительно прокрутим на мясорубке или в блендере. То же самое, лопух можно сушить в цельном виде, и тогда зимой его можно применять для лечения суставов, например, в виде компрессов, или же порошковать, и тогда его можно добавлять в зеленые коктейли, опять-таки в те же щи, борщи, омлеты и так далее. Можно бесконечно рассказывать о весенних дикоросах. Это и спарыш, это и подорожник, это молодые листочки земляники, это чесночница моя любимая, которая является великолепным противогельминтом, отхаркивающим, мочегонным средством. Обо всем этом мы рассказываем на наших курсах по очищению организма в фитошколе Дивея. Итак, если вас ждет дача, а у вас не хватает на нее сил, покупайте семена саженца в магазине «Процветок», питайтесь дикоросами и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok